Продолжение следует... Второе. Это ячейка оперативной памяти. То есть за ней зарезервированы какие-то байты в реальной RAM. Она же оперативное запоминающее устройство. То есть я вот так это изобразил. Есть некое имя, которое ссылается и жестко привязано к этой ячейке. Надо сказать, что в разных языках программирования переменные устроены по-разному. Не говоря о том, что в некоторых вообще нет переменных. В языке C имя переменные и конкретная ячейка памяти в жесткой сцепке. Не может имя начать указывать на какие-то другие ячейки. Или переменная не может сменить тип. Не может быть такого. Переменная завязана на свой собственный тип и на конкретную ячейку. Давайте посмотрим, что определяет тип. Во-первых, он определяет размер ячейки в байтах. Но сам размер и конкретная ячейка еще ничего на самом деле не определяют. Вот я записал сюда конкретные нолики и единички. Это там 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Вот конкретные 4 байта. И что? Что это такое? Это 4 символа в таблице КОИ-8? Или может это 2 символа в UTF-16? Или 1 в UTF-32? А может это не символ, а, например, дробное число с плавающей точкой половинной точности. Тоже 4 байта вполне. Очень важно понять, какова интерпретация, какой способ представления, что это вообще такое, что это за двоичный код. Как его интерпретировать? Ну и, естественно, допустимые операции. На высоком уровне это будет определять, можно или нет делить нацело. Или вообще можно ли делить это. Может это не знаю, какой бы там символ. Правда, символы все являются числами. Это отдельный вопрос. Но, тем не менее, это очень важно. Тип определяет допустимые операции, способ интерпретации. И тип жестко задает размер ячейки для данной переменной. Все ли является переменной, что типизировано в языке C? Нет. Существуют временные значения, которые висят в воздухе и не находятся вообще в оперативной памяти. Есть процессор. В процессоре есть регистры. Компилятор имеет право экономить. Он может для конкретной переменной не создавать реальную ячейку в оперативной памяти. Он может хранить ее просто в регистре процессора, если он понимает, что она не понадобится. Но вам это не надо. Вам не надо в это вникать. Вам легче будет считать, что все переменные реально хранятся в памяти. Но существует такая вещь, как временное значение. То есть в процессе вычисления конкретного выражения у нас существуют значения. И каждое из них обязательно должно быть типизированным. Но эти значения хранятся в памяти, не хранятся. Тут уж как компилятор разберется. Представьте себе, что я пишу какое-нибудь такое выражение. Например, х равно… И тут напишу что-нибудь… Допустим, у меня сейчас х – это будет число с плавающей точкой половинной точности. И я тут напишу что-нибудь там… х равно 3.5 разделить на 2 плюс 1.7. Вот я запишу вот такую вот инструкцию математическую. Я что-то хочу посчитать. Да? Так вот, у меня вот эти числа, вот эти числа, они должны где-то храниться. Они должны быть запущены на обработку. То есть эти действия должны быть сделаны. Нужно сделать деление, нужно сделать сложение. Но реальных ячеек в памяти может и не быть. Или они не именованные. Но я должен знать только то, на высоком уровне, только то, что эти числа, они являются значениями, которые типизированы. Более того, у меня в результате вычисления появляется некоторое значение. Да, что у нас тут получается? Полтора, да там, ну, 1.75, да, у нас здесь получается, да. Так вот, вот этот 1.75, он тоже где-то временно хранится, но только до момента, пока не произойдет, собственно, точка следования. Точка с запятой, она же в данном случае точка следования. То есть, короче говоря, не закончится обработка вот этого вот выражения всего. Понимаете? Это очень важно понимать, что эти временные значения, они существуют, но они типизированные. То есть, вот здесь вот я смотрю, вот у меня число с плавающей точкой, оно делится на число целое. Ну, понятно, в результате будет число с плавающей точкой, да, а потом прибавляется еще одно число с плавающей точкой. Ну, понятно, будет результат число с плавающей точкой. То есть, есть результат суммарный, да, а потом вот этот вот получившийся результат, что-то он у меня не очень красивый тут получается, ну, смысл в том, что он у меня там, что там, 3, да, 45 должно получаться, по идее. Так вот, тем не менее, этот результат потом еще и надо запихать в эту переменную. И, о страшное, дело в том, что тип результата и тип переменной может оказаться разным. Вполне может оказаться, что вот эта ячейка имеет тип целого числа, а я запихиваю в нее дробное. Поэтому вот эта операция, которая называется операция присваивания, она не всегда происходит так просто в языке C. И компилятор, он еще должен подумать, а впихнется оно, не впихнется, то как представьте себе, что вы пытаетесь уложить торт в какую-нибудь маленькую коробочку, и у вас торт туда не влазит. Что вы можете сделать? У вас есть несколько вариантов. Вы можете, что называется, насадить этот торт на коробку, и все лишнее, что туда не влезло, и коробку взяли и понесли. А все лишнее, что не влезло, что не влезло. Можно взять этот торт, скомкать туда. Это идеальная ситуация, когда мы кладем в переменную значение того самого типа, которого это самое переменное. Если это не так, это более или менее катастрофа. Называется это неявное приведение типов, и ничего хорошего это не сулит чаще всего. Не надо надеяться на то, что неявное тайное от вас приведение типов поступит правильно и хорошо. Даже более того, есть языки программирования, в которых нельзя укладывать значения в не ту коробку. То есть ровно обязательно. Но все можно. Все можно, но это чревато. Дальше. Давайте с вами поговорим о том, а что такое присваивание. Вот я уже сделал тут первое присваивание. Правда, здесь какое-то временное значение. На самом деле компиляторы тут тоже соптимизируют. Он, скорее всего, посмотрит. Ой, тут константы. Я их вычислю вообще в процессе компиляции сразу. В исполняемом файле может оказаться, если вы туда заглянете, если вы сможете это интерпретировать. Вы не сможете это интерпретировать. Но если бы вы смогли это интерпретировать, то на самом деле он бы сказал, а зачем все это вот? Я уже скомпилировал и уже и так знаю, что там результат всегда получается 3.45. Это его экономия. Но давайте сейчас, да, более того, он еще и округлит, подумать сразу про округление. Сразу там, не знаю, 3 напишет туда или 4. На самом деле 3. Короче, смысл вот в чем. Давайте сейчас пока с целыми числами напишем что-нибудь простое. Вот, например, х равно 5, точка с запятой. Вот первичное присваивание переменной значения называется инициализация. Вот это вот я сделал инициализацию. То есть я положил туда нечто определенное. О, какой интересный вопрос. А что лежит в переменной перед тем, как туда что-то положили? Что там лежит до того… Кстати, вот я написал равно 5. А что там станет с двоичным кодом? Я не знаю. Нет, я-то знаю. Вы не знаете. Наверняка вы не знаете, потому что вы же не знаете способ интерпретации двоичного кода. Как именно хранятся целые числа? Наверное, стоит это знать. Но для программиста со стажем скорее. На высоком уровне вам надо просто знать, что пятерка, она достаточно маленькое число, чтобы еще уместиться в 4 байта. Ну, просто хранимый диапазон допустимых значений, что он влезает в тот тип, который вы выбрали. Сейчас, подождите, еще с выбором типа один момент. Давайте с вами разберемся с присваиванием. Итак, допустим, у меня есть вторая ячейка. Я пока что сейчас ее просто нарисую. У меня есть некий у, который указывает на ячейку абсолютно точно такого же размера и точно такого же типа. То есть ситуация идеальная. Ситуация абсолютно идеальная. И я пишу у равно х. Обратите внимание, что я здесь не сравниваю две величины, а я делаю действующую операцию. В Паскале она называлась двоеточие равно, а в си она просто равно. Так, короче, записывать. И в большинстве языков программирования используется именно вот такая операция присваивания. Но это не математика, это именно программирование. Смысл операции присваивания состоит в том, что мне нужно вычислить то выражение, которое находится справа, вычислить его. И результат запихнуть в соответствующую ячейку, которая соответствует этому имени. Еще и с учетом типов. Но сейчас мы создали идеальную ситуацию. Да, и опять же, в данном случае вычислять особенно ничего и не надо. То есть вычисление, вот в данном случае, вычисление правой части состоит ровно в том, что нужно дойти до этого куска памяти и взять это значение. То есть его нужно взять, схватить и вот в регистре процессора подержать на секундочку, чтобы его пихнуть в другую переменную. Понятно, да? В другую ячейку памяти. Так вот. Что будет происходить? Будет происходить реальное побайтовое копирование этих данных. Не, ну еще раз говорю, с точностью до типов. Но если типы одинаковые, то у меня вот эти байты сюда скопируются. То есть вот эта операция, это, собственно, копипаст. Понимаете? Не во всех языках это так. Если бы я рассказывал вам питон, то я бы вот тут рассказывал про совершенно другие вещи. В языке C концепция присваивания – это копирование. Запомните это, да? То есть я присваиваю, значит, у меня в Y в отдельной ячейке возникает копия вот этих вот данных. И я могу с этой копией работать и менять ее. Ну, например, я могу написать вот такое выражение, как Y равно Y плюс 1. Ну, опять же, опытный программист на C, он скажет, Тимофей Федорович, ну, что ж вы пишете такую операцию, когда в языке C специально для этого есть специальная операция. Да, плюс-флюс Y. Да, действительно, есть такая специальная операция, называется увеличить Y, ну, любую переменную, увеличить на единичку, называется инкрементация. Ну, хорошо, допустим, вот так. Но смысл в том, что вот я могу поменять состояние Y, там, да, я сейчас вот просто перепишу ровно то же самое, что там написано. Хотя там, конечно, не код пятерки двоичный, тем не менее. Да, и вот я беру и меняю, увеличиваю на единичку, я там добавляю в последнем байте единичку, на самом деле, кстати, и это я неправильно пишу. Не тут единичку надо добавлять, а вот тут надо единичку добавлять, а значит, вот здесь вот сбрасывайте единичку, куча ноликов. Ну, это уже вообще разговор про строконечные и тупоконечные числа. Эта тема сейчас не касается. Но смысл вот в чем. X не меняется. Вот в этот момент я с копией работаю. X уже не меняется. Понятно? Ну, и давайте закончим еще одним важным моментом. Я переберу несколько типов. На вскидку, я не буду пытаться все типы покрытия. Давайте на вскидку несколько типов. Самый первый тип, который все должны знать, это int. Иначе вы даже Hello World не напишите. Int – это тип целого числа. Но это тип с подвохом. Сколько байт в целом числе? Вы думаете, 2, 4, 6? Нет, вряд ли. 4 чаще всего, но это зависит от архитектуры. К сожалению, этот тип неудобен именно тем, что он для разных компиляторов может оказываться разного размера. Сейчас не буду вдаваться во всякие там unsigned, signed. Нет, не надо это делать. Я вам скажу о том, что, во-первых, существует еще тип чар. Это тип, который предназначен для символов. Опять же, для символов каких? Для старья. Для символов середины 20 века. Это там третьей четверти. Это однобайтные кодировки. Он не годится для Unicode. Но, тем не менее, он используется, и мы будем его использовать. Это более-менее современные типы. Это float и double. Они более-менее современные в том смысле, что они следуют современному стандарту. Есть стандарт чисел с плавающей точкой. ИСО 748 2008 года. Естественно, там более старые были. Надо сказать, что более новых вариантов чисел с плавающей точкой в чистом С нет. Но, тем не менее, число с двойной точностью есть. Вот число с одинарной точностью, оно как раз 4 байта, кстати, занимает. Но есть и новые типы. Я вам рекомендую, когда вы будете писать боевые программы, не учебные, а боевые, то лучше пользоваться системой новых типов. Это, например, для целых чисел, это будет int8t. Это ровно 1 байт, знаковый 1 байт целого числа. 8 бит. Или int64t. Я не буду пользоваться этими типами, но только для того, чтобы сейчас не пудрить вам мозги. Но в боевых программах, поверьте мне, лучше отказываться от вот этих вот, в пользу вот этих. Потому что вы четко будете знать, сколько там байт, и чего от него ожидать. На этом все. Переходите дальше. Урок еще не закончился.